эмма м молодая исполнительница ворвавшаяся на российскую эстраду в 2015 году ее первая композиция штрих-коды сразу заняла высокие позиции в чартах и вот в 2019 первые сольники в двух столицах москве и петербурге о первых впечатлениях совместных проектах с глыбами российского шоу-бизнеса и выступлений в кремле перед генералами мм рассказала пятому каналу о первом большом сольники в москве в москве если говорить что это был энергичный концерт значит ничего не сказать это было незабываемо и это было отправной точкой моего трехлетнего опыта моей карьеры с этой точки иду дальше но она такая начальная базовая основная сначала шла моральная подготовка потом шла подготовка в музыкальном плане мы работали очень много над звучанием над тем чтобы посмотреть какие инструменты будут лучше звучать и кого лучше привлечь в наш коллектив и так получилось что с нами выступает трио аристократ это виолончели две скрипки вдохновляющий петербург для меня это определенно знаковый город здесь я черпаю свое вдохновение и здесь живут мои близкие друзья которые мне очень помогают в жизни поддержка с далекого сахалина следят поддерживают присылают очень много сообщений кстати сахалинцы больше всех меня поддержали на моих концертах на моих сольников конечно на сахалине меня принимают очень и очень тепло потому что большинство людей я знаю и меня знают еще с тех времен когда у меня был свой коллектив кавер-группа и я там была достаточно известным человеком я уже приехала с каким-то багажом конечно они очень рады а совместных проектах с игорем николаевом и леонидом руденко мой земляк сахалина игорь николаев прим поэтому такая мысль была у меня еще очень очень давно еще до приезда в москву и так получилось что мечты сбываются я бы хотела выразить ему огромную благодарность за колоссальную поддержку он талантливый композитор прежде всего это очень ценно в наше время а так как это еще и пласт другой культуры музыкальной я хотела совместить вот тот пласт и современную музыку чтобы это слушала и современная молодежь прислушивалась к этому мне нужно постоянно притираться к моим партнером мне нужно наверное пробыть с ними очень долго в студии звукозаписи чтобы понять и открыться им и у меня это получилось максимально с леней руденко мы очень долго записывали эту песню часов 9 наверное я не выходила из студии я записывала просто без отдыха все одно и то же все говорят что бузова это попса вы ошибаетесь вы знаете я говорила немного не так я говорила что аранжировщики которые работают с ольгой бузовой они делают качественный контент а что касается самой исполнительницы я воздержусь пожалуй о евровидении для меня это не совсем музыкальный конкурс политический все-таки поэтому если бы меня туда пригласили я бы тысячу раз подумала но желание такого не изъявляю а по поводу сергея лазарева конечно я слежу за всеми глыбами российского шоу-бизнеса второй раз неплохо как и дима билан почему нет а клипе за 3 миллиона рублей скажу так на хитовые песни лучше всего делать клипы но есть такая песни ключи от сердца она совсем самобытная но она очень нежная и очень крутой клип был сняты ириной мироновой тоже с глыбы режиссуры я привыкла вообще доверять людям в их работе не люблю вмешиваться в чью-либо работу если я доверяю то доверяю полностью а если не доверяю значит я работаю с непрофессионалами в кремль попала после свадьбы очень интересный случай есть такой генерал генерал кубышка кремлевский генерал как-то я выступала на частном мероприятии по моему у дочери его была свадьба не помню после этого мне поступило предложение выступить в кремле и я не смогла отказаться все плясали все у меня родители военные оба полковники поэтому мне это не чуждо это было конечно масштабно на вопрос о личной жизни эмма м уклончиво ответила она есть в общении с журналистами этот ответ можно считать развернутым вообще все что вне сцены девушка старается держать в себе помимо работы над новым альбомом певица собирается сняться в кино пока идет согласование с режиссером сама же она говорит что это будет настоящий сюрприз для ее поклонников